Это двор на улице Арзамаска, один из тех дворов, где меняет асфальт. Зимой здесь была авария на трубопроводе. Ее устранили, а вот покрытие не восстановили. Все, что невозможно было сделать в морозы, рабочие сделают сейчас. Где нужно, бригада поставить бордюры или восстановит газон. Сегодня мы проверяем выполнение восстановительных работ после зимних работ предприятий теплоэнергии. Самый большой процент раскопок, который ведется по городу, выполняет наши ресурсы, снаржающие организации. Это теплоэнергия и водоканал. Вот сегодня мы проверяем у теплоэнергии. По словам Сергея Белова, таких вот зимних раскопок на теплотрассах было в городе около 660. И в большинстве случаев пришлось вскрывать асфальт. Генеральный директор теплоэнерго заверяет, что все необходимые работы по благоустройству подрядчики обязуются завершить до 1 июня. Здесь было заменено 880 метров трубопроводов, обеспечивающих весь вот этот квартал. И сейчас мы здесь восстанавливаем благоустройство. То есть в результате жители получили и новые сети, и фактически новый двор. До начала лета, кроме ремонта во дворах, в городе также планируется завершить весь ямочный ремонт на дорогах общего пользования. Задача стоит к 1 июня основные работы выполнить. На сегодняшний момент исполнение около 40% по всем направлениям, и это в части ямочного ремонта. Ну а во дворе по улице Арзамаска и жители совсем скоро смогут свободно проехать на своей машине уже по новой отремонтированной дороге. Павел Кузьмин, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ.